Приветствую Вас и по Вашему описанию получается так, что человек, который находился с Вами в отношениях, чувствовал для себя что-то угрожающее в том, что Вы ждете от него ребенка. То есть он действительно хотел этого ребенка, он действительно желал его и действительно хотел, вероятно, сына так же, как это бы хотел его дед. Но все указывает на то, что мужчине с Вами элементарно некомфортно. Что это значит? Нет, я не хочу сказать о том, что ему с Вами неудобно. Но я не хочу сказать, что мужчине с Вами как-то вот нехорошо. Именно, знаете, именно вот как человек. Ему с Вами удобно, ему с Вами комфортно, я полагаю, что в этом не стоит даже сомневаться. Но, в силу Вашего положения, в силу различий между Вашими положениями, то есть в силу того, что у Вас есть своего рода хорошая зарплата, работа и так далее, вот. Возможно, мужчина считает, мужчина думает, что не сможет быть с Вами полноценным членом семьи, не сможет быть отцом ребенка, не сможет быть тем, чем он хочет быть в семье, потому что Вы, ну, Вы, по его мнению, более успешны, чем он. И поэтому его ребенок от другой, знаете, или просто другие дети, они, эти дети, не важно, просто я хочу сказать, что не важно. Более приемлемы для него, чем отношения с Вами. Потому что они, эти отношения с Вами, заставляют его чувствовать себя некомфортно. Более уязвленно, чем, например, с другой женщиной он это мог бы почувствовать. И это больно бьет по его самолюзу, по его гордости, по его мнению о себе, самомнению о себе. И вот именно это, скорее всего, и заставляет мужчину вести себя именно так. Что сказать, весь человек использует ребенка, ну, на мой взгляд, использует ребенка, как некое средство для подчеркивания своих достоинств, своих возможностей, для подчеркивания самого себя. И надо сказать, что данную позицию у мужчины Вам не выправить. Я бы хотел спросить у Вас, помимо всего прочего, а вот Вы сами, как воспринимаете то, что делает, то, как поступает Ваш мужчина? Вы его готовы принять, например, если он вернется к Вам? Если он, допустим, захочет возвратиться, если он захочет быть с Вами, Вы готовы этого человека принять или нет? Почему я об этом Вас спрашиваю? Потому что это, на самом деле, уже неважно. если после всего того, что он сделал, Вы готовы его принять, если после всего того, что он сделал, Вы готовы впустить его, ну, например, в свою жизнь опять и так далее, то здесь можно говорить о некой зависимости Вашей от него. На что пока я получил косвенные намеки в Вашем тексте, когда Вы сказали о том, что вот у меня была квартира хорошая и есть квартира хорошая, они жили другой женщиной в маленькой квартире там и так далее. Вы как бы описываете нам условия, при которых мужчина, ну, в любом случае, должен быть с Вам, а он не с Вам. Он, допустим, все-таки с ней другой женщиной. И вот здесь я хочу, чтобы Вы постарались понять главное. Это не тот человек, как я понял, который будет использовать материальное благосостояние для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Этому мужчине нужно явно что-то большее, чем просто материальное благосостояние. Именно поэтому он не с Вам. У Вас же я хотел бы спросить следующее. Если Вы не можете человека отпустить, то что мешает Вам это сделать? Что мешает Вам отпустить его? Подумайте. Протирайтесь подумать на эту тему. Что мешает Вам его отпустить? И я полагаю, что именно в этом направлении Вам сейчас нужно двигаться. Именно в направлении того, чтобы понять, что нужно делать, чтобы его отпустить. Если Вы не можете. Если Вы не в состоянии должны сделать. Ну, а психологи, мы в этом Вам с радостью поможем. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если Вам остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ. Будем благодарен, если делаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!